Интересная черта этой страны в том, что нам говорят, что у нас есть свобода выбора. Ага, свобода выбора. Очень ограниченного. Важный момент, что это свобода ограниченного выбора. Две политические партии, по сути две. Крупные медиакомпании, пять, шесть, максимум. Нефтяные компании, теперь только три, кажется. В общей сложности три или четыре. Банки, крупные банки, крупные брокерские конторы, крупные бухгалтерские фирмы. В том, что важно, становится меньше альтернатив. Газеты в этом городе, сколько? Было три-четыре, сейчас одна или две, и ими владеют одни и те же люди, и они же владеют радиостанцией, телестудией. Но карамелек 32 разных вкуса. Мороженое, вещи, которые не важны. В неважных вещах выбор огромен. Знаете, как я говорю, знаете, какова ваша свобода выбора в Америке? Бумага или пластик? Вот и все. Свобода это выбор между бумагой и пластиком. Наличная или карточка, у прохода или у окна, для курящих или не курящих, кока-колы или пепси. Вот и все варианты. Все остальное уже решено за тебя. Ты, по сути, делаешь то, что они от тебя хотят. Они делают то, что захотят. Тех, владеют этой страной, они делают, что хотят. Продолжая тему об альтернативах, которые поглощают или отнимают у нас, что вы думаете? Я очень хочу спросить об этом, потому что все, о чем вы говорили годами, мы ведь прошли полный круг в этих вопросах. Поэтому я и не мешкал, и благодарен, что вы пришли на передачу. Но вот мы теперь, через 30 лет, как вы завели речь о том, вы развязали серьезную полемику, огромный спор о том, действительно ли наши гражданские права отнимают у нас. Как вы ваши мысли на этот счет? Ну, мне кажется, что если посмотреть на список законов, которые были приняты за последние 30-40 лет, есть такая вещь, которая называется социальная истерия. Социальную истерию обычно разжигают СМИ. Преступность. При Никсоне преступность была проявлением социальной истерии, как одной из проблем. Преступность зашкаливала. Безнаказанность. Суды не наказывали преступников. Были нужны более строгие законы. И много гражданских свобод исчезли в виде сокращения прав преступников и обвиняемых, и людей под грифом подозреваемый. Их ограничили и сократили. Права, которые гарантируют Конституция, и Билля права. Еще одна социальная истерия – наркотики. Возникла ситуация с наркотиками. То же самое. Большой приток наркотиков. Мы будем бороться с наркотиками. Нужны новые жесткие законы. Нужны огромные сроки заключения. Нужно иметь право зайти в любой дом. Нужно право поступать так-то. У нас есть веские основания. Все эти упрощения стали причиной сокращения свобод по причине социальной истерии. СМИ разжигают тревогу. Все на нервах. Законодатель прописывает закон. Доверенное лицо президента подписывает закон. А судьи затем судебная ветвь одобряет поправки, иногда через время, когда ты до них доползет. И в результате у тебя меньше возможностей, меньше свобод, меньше гражданских свобод, меньше прав. И третья форма социальной истерии – это терроризм. Это развязали недавно. Здесь сложнее. Есть определенные причины. Оглядываешься на 11 сентября – очень волнующее событие. Но и его использовали с трибуны патриотизма, чтобы ограничить наши свободы. Они говорят, если тебе нечего скрывать, то и переживать нет причин. Слыхал такое? Это чушь. О, да. Пусть расскажут о людях, которых выпускают из тюрьмы за тестов на ДНК, раз им нечего скрывать. Дело в том, что этой страной владеет класс владельцев. Они делают что угодно. Я решил прямо шоу уродцев. Вот так я и поступаю. Знаешь, что я делаю? По мне, если ты родился на свет, то ты получил билет на шоу уродцев. Тебе выдан билет на шоу уродцев. Родился в Америке, у тебя место в первом ряду. Поэтому некоторые люди, некоторые люди, участники этого шоу, в стране не без уродов. И есть люди, которые хотят исправить этих уродов. Эти защитники гражданских свобод, защитники природы, вечно лечат уродцев. Надо их вылечить, это ужасно, надо исправить. Есть люди, которые просто наблюдают шоу уродцев. Вроде меня. Некоторые из нас пишут об этом или говорят об этом. И это я тоже делаю. Да, я и говорю, погляди, красиво, погляди, как тебе фигово. Я даже не причисляю себя к этому. Я говорю, поглядите, как плохи ваши дела. Как вы это допустили? Почему позволили им это сделать с собой?